как град град идет захватили уже вы не боялись наверно только путин раз позвонился у нас нету я не боюсь я не турусь я нахожусь в селении сотк это буквально пять километров от азербайджанской границы и один из разрушенных домов попадание прямо в стену в спальню но чудом никто не погиб здесь ужасное разрушение больше всего пострадал этот регион от обстрелов и порядка 60 домов разрушены несколько погибших через 10 минут или пять минут не знаю мы бегали 12 10 потом это было как град град идет местная жительница рассказывает о том как она в девяносто первом году за застала обстрелы и как на 2022 году застала обстрелы самим-то за свою жизнь не страшно уже все равно тоже как три дня нет никаких пристрелок нет никакого огня но люди до сих пор уезжают потому что их дома просто разрушены они понимают что через несколько месяцев может возобновиться и они могут уже просто погибнуть я хочу уезжать потому что тут никого нет нас защищать а вы тут были когда обстрелы начались на меня стреляли на меня отлично на меня иногда встречали местные жители которые уезжали забрав с собой на буквально все свои вещи вот в корпус грузовика закинув шкафы это стеллажи и там же вещи там же чайники сковородки посуда захватили уже всю армению захватили не только это нашу деревню сказал один из местных жителей он сказал я не хочу быть жертвой азербайджанских военных то я не трус но я покидаю свою землю дом в котором я родился потому что просто я хочу быть убитым сейчас безопасности себя чувствуете или страшно пока до сих пор но опасно в любой момент можно может начаться карантин и так как сделать чтобы не стреляли как сделать чтобы вы не боялись наверное только путин владимир владимирович которого я очень сильно уважаю здесь на границе армении и азербайджана через другом раз позвонился у нас нету проблем вам сейчас страшно здесь здесь я не боюсь я не трус я не боюсь они землю хочет а мы не даем поэтому это все одна семья от их дома осталось это прихожая чудом никто не погиб потому что в первые часы они покинули сотк и вернулись только через несколько дней обнаружив что от их дома ничего не осталось снаряд попал прямо в окно также была рядом следственная группа которая фиксировала все эти обстрелы но и совершенно мирный мирное село там конечно пяти километрах находится азербайджанские военные их видно потому что сотка он в такой низине находится сверху холмы даже горы по которым передвигается азербайджанские военные для азербайджана это традиционная политика запугивание это примерно то же самое что делает россия это одна и та же школа и это наследственная диктатура пожизненные и так далее поэтому они как собственному народу относится такие относятся другие поэтому да вот это запугивание брать на страх заставить принудить сломать через колено добиться своего любой ценой азербайджан хочет принудить армению к мирному договору исключительно по своей версии азербайджан торопится и азербайджан считает что он не добился того чего хотел в течение 44 дневной войны